Я не особо стремлюсь комментировать каждый поворот в американской политике, но потому что Америка далеко, да, я плачу туда налоги, но тем не менее, там люди сами как-нибудь разберутся. Однако пропустить такую возможность попить из гигантской кружки, я же говорил, которую мне до сих пор не привезли, к сожалению, я не могу. Поэтому сегодня мы как раз поговорим про дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, где Дональд Трамп окончательно признался, что ему плевать на судьбу Украины и что он готов сдать ее Владимиру Путину. А, собственно, избиратели Дональда Трампа, точнее американские избиратели в целом, смогли убедиться, что Дональд Трамп выглядит живым, активным и более-менее вменяемым только на фоне Джозефа Байдена. На фоне любого другого человека он выглядит довольно специфичным дедом, который рассказывает какие-то бредни, которые ему приснились. Собственно, результаты этих дебатов очень красноречиво выражают ставки букмекеров, которые теперь изменились. Мне многие говорят, что, Майкл, не надо раньше времени радоваться, Трамп еще может победить, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я так не считаю, извините. Да, я знаю, что это американские выборы, их исход никогда не ясен. Есть куча разных факторов, а также много вещей, которые могут случиться. Однако мой тезис заключался еще до того, как Джозеф Байден отказался от избрания, ну, точнее, от претендентства на пост кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки на новый срок. Я говорил, что любой не Байден побеждает Дональда Трампа, потому что из-за того, что Байден, мягко говоря, часто подвисал, многие забыли обратить внимание на то, что Дональд Трамп тоже не молодой мальчик, более того, зачастую несущий откровенную ахинею. Не в смысле вещи, с которыми я не согласен, или другие вещи с точки зрения ценностей, а в смысле правда несущий какой-то бред, который никак не связан не то что с реальностью, а и между собой. И, собственно, на этих дебатов многие могли лично в этом удостовериться. Ну, конечно, и Трамп, и Камала считают, что они победили в этих дебатах. Однако красноречиво говорит то, что штаб Камалы предложил тут же назначить следующий и выразил уверенность в том, что они супер готовы прийти на любые следующие дебаты. Дональд Трамп же и его штаб как-то очень сильно молчит по этому поводу. Трамп сказал, что он победил, несмотря на то, что против него были трое, а не только Камала, но ничего про будущие дебаты не сказал. И я предположу, что никаких дебатов Дональда Трампа мы в ближайшее время до самых выборов не увидим. Рад буду ошибиться, потому что никто так не закапывает сам себя, как Дональд Трамп. А нет, одна оговорка должна быть. Вэнс, вице-президент Дональда Трампа, точнее, человек, который претендует вместе с ним зайти в овальный кабинет, он единственный, кто своим ртом наносит больше ущерба Трампу, чем сам Трамп. В общем, обо всем этом сегодня поговорим. Не забывайте ставить лайки, писать ваши гневные, я надеюсь, комментарии, ну а также подписываться на канал. Все это помогает продвигать видео, в том числе и ваша гневная активность. Поэтому, пожалуйста, нажимайте на все возможные кнопочки. Ну а мы с вами переходим к тому, что же произошло сегодняшнюю ночью, что оба кандидата сказали про Украину и как повлияет избрание и Дональда Трампа, и Камалы Харрис на поддержку Украины со страны Соединенных Штатов, а также посмотрим на оценки, которые внутри самой Америки дали этим дебатам. И я, собственно, попробую вам объяснить, почему именно так и произошло и почему эта тенденция, которая угадывалась, что называется, с первых нот. Несмотря на крепкие позиции Дональда Трампа, было понятно, что он будет, скорее всего, падать вниз, а Камала Харрис будет идти вверх. Ну а если вдруг у вас появился вопрос, Майкл, да, какое право ты имеешь это обсуждать, я являюсь американским избирателем, в отличие от многих из сторонников Трампа, которые вещают на русском языке. Итак, результаты дебатов. Давайте начнем, что называется, с конца. Одной из первых реакций на дебаты стали данные биржи политических прогнозов Predicted. Здесь оценка вероятности победы Трампа снизилась с 52% до 47%, а шансы Харрис, наоборот, выросли с 53% до 55%. Но эти данные сославились в том числе в рейта. Опрос, проведенный CNN среди избирателей, также показал победу Харрис на дебатах. 63% участников сказали, что она произвела более сильное впечатление. И кто-то скажет, что это CNN, левацкая помойка, так трамписты говорят про любые СМИ, которые не восхваляют Дональда Трампа. Но во время, например, дебатов Байдена и Трампа, собственно, там высказывались за то, что победил Трамп. Поэтому можно, наверное, считать, что аудитория CNN более-менее неангажирована. Хотя мы, конечно, с вами никогда в этом не убедим трампистов, но убеждать трампистов ни в чем и не надо. Трамписты — это слепые сектанты, слепые долопоклонники, которые я разговаривал с некоторыми, никто из них не смог объяснить, значит, почему они поддерживают Дональда Трампа. Ну, то есть рассказывали про левацкие заговоры, леваков, про коммунистку Харрис, что для меня особенно смешно, потому что, ну, говорить с этими людьми в терминах, там, коммунизм, либерализм, что-то такое невозможно, потому что они просто не имеют ни малейшего представления о том, о чем они говорят, а в Америке исторически все, что левее Дикого Запада называется коммунизмом. Тем не менее, собственно, что думают непосредственно трамписты, нам не очень важно, нам важно понять, изменилось ли что-то с точки зрения восприятия как раз колеблющихся, потому что именно за их голоса идет борьба. Всем плевать на тех, кто поддерживает Трампа, более того, всем плевать на тех, кто поддерживает Харрис. Важно лишь то, кому отдадут голос колеблющихся. И, собственно, букмекеры тоже отреагировали на происходящее. Есть конторы, которые позволяют ставить на то, кто придет к власти, и, соответственно, шансы Трампа упали, шансы Харрис возросли. Крупнейшие западные издания также склоняются к тому, что Харрис вышел из дебатов победительности, хотя Трамп и нанес несколько хороших ударов. В целом дебаты стали неожиданной победой Харрис, написал журналист Wall Street Journal Уильям МакГерд. Другой журналист издания Бартам Свайм назвал выступление Трампа ужасным, а колумбнист Нью-Йорк Таймс написал, что Трамп выставил себя дураком. При этом публично обе стороны объявили о своей победе, но команда Харрис продемонстрировала один явный признак уверенности в реальной победе. Как только дебаты завершились, было опубликовано призывающее к новым заявление, заключает Блумберг. Журналист «Политика» на Халтосе рассказал, что его собеседники с числа чиновников как из стран-союзниц США, так и с более нейтральных стран после дебатов стали более уверены в том, что Харрис сможет справиться с непростыми личностями, с которыми ей придется столкнуться на посту президента. Частью плана Харрис было спровоцировать Трампа на высказывания, которые могли бы стать вирусными в соцсетях, и дебаты показали, что стратегия окупилась, пишет Рейтер и переводит их агентство. А задачные встревоженные скептические выражения лица Харрис быстро превратились в мемы. Наибольшую реакцию вызвало, конечно, повторение Трампом фейка о том, что гаитянские мигранты в Спринфилде штатага едят собак и кошек. Это вообще довольно смешная история, потому что, ну, Трамп, если вы не замечали, как и вся его паства, конспирологи. Самые настоящие конспирологи. Среди трампистов больше всего антиваксеров, людей, верящих, я не знаю, во что, в чипы, еще что-нибудь в вышке 5G. Это хорошо видно на Илоне Маске. Илон Маск вообще трагическая судьба, у него трагическая история. Это человек, который вполне себе был обычным нормальным человеком, который, наоборот, поддерживал всевозможные правильные вещи, инклюзию, собственно, экологичность и так далее. Но в его семье случилось то, что его сломало. А именно, его сын, собственно, сделал трансгендерный переход и стал девушкой, после чего Илон Маск теперь говорит об этом сыне как о мертвом. Ну, то есть о том, что его сын умер, а дочку свою он не признает. Причем дочка вполне себе счастлива, как бы писала треды про Илона Маска и про то, каким он был отцом. Спойлер, никаким. Ну, то есть он почти не взаимодействует со своими детьми, даром, что их 10. И в этом контексте, как бы, после случившегося Илон Маск, который, не знаю, видимо, имел какие-то предубеждения или еще что-нибудь, или хотел, чтобы сын, не знаю, вырос боксером, кто знает. Короче, на этом моменте он стал там ультраправым, что это называется, стал поддерживать Трампа, стал разгонять бесконечное количество фейков, ну, и стал жульничать, особенно после того, как купил Твиттер, типа, теперь его посты показываются гораздо больше, чем какие-либо другие и так далее. В общем, у Маска трагическая судьба, когда-нибудь, может быть, поговорим отдельно, это вот еще один такой обиженный жизнью. Меня вообще всегда удивляло, почему называют поколением снежинок тех, кто борются за свои права, при этом называют те, кто от всего оскорбляется. Типа, темнокожая русалочка, о, нет, оскорблены! Или там, я не знаю, ЛГБТ-флаг, нет, как же тяжело! Мне кажется, тот, кто оскорбляется от ЛГБТ-флага или от темнокожей русалочки, тот снежинка, ну, если применять этот термин, как то, что легко, что называется, ранить. А те, кто борются за свои права, те, кто отстаивают свое право на то, чтобы называть себя, как они хотят, Те, кто отстаивают свое право на то, чтобы какие-то старые мудаки не диктовали им, как жить, мне кажется, это не снежинки. Но, впрочем, вы имеете право относиться к этому как угодно. В любом случае, мы здесь не для того, чтобы обсуждать взгляды обеих сторон, а для того, чтобы обсуждать итог дебата. Итак, реакция на дебатов консерваторов скорее разочарована. Ну, то есть, они как будто бы ожидали большего, а демократы, наоборот, довольны, потому что они ожидали меньшего, пишет Юрий Ворончик. Консервативный лагерь преимущественно сходится с тем, что Трамп проиграл дебаты, хотя причины видят в разном. Марк Шорт, бывший руководитель аппарата Майка Пенса, отметил, что Трамп не воспользовался ключевыми возможностями нажать на Харрис относительно важных вопросов, таких как экономика и безопасность границ. Политический комментатор Эрик Эриксон заявил, что Трамп проиграл прения из-за неспособности сосредоточиться на критических темах. Консервативный телеведущий комментатор Хью Хьюитт критиковал ведение дебатов, обвиняя медиа в предвзятости в пользу Харрис, но также признал, что Трамп позволил Харрис избегать важных вопросов. Что касается демократического лагеря, то он, конечно, в восторге. Демократы высоко оценили выступление Харрис за ее сдержанность и президентское поведение. Политический стратег, экс-ведущая MSNBC, Карен Финни, пишет, что Харрис могла остаться сосредоточенной на протяжении всех дебатов, заставляя Трампа нервничать. Журналист Крис Селица пишет, что Харрис легко выиграла дебаты, отмечая ее взвешенные ответы и способность избегать атак Трампа. В общем, демократические комментаторы отметили ее умение провоцировать Трампа, из-за чего он вынужден был защищаться почти все дебаты. И вот это интересная история, потому что Трамп известен благодаря тому, что это он провоцирует оппонента. Это он как бы играет свою игру. Это он низвергает соперника до своего уровня. Что называется, никогда не спорьте с дураком, он опустит вас до своего уровня и выиграет опытом. Здесь этого не получилось. И это большая загадка, почему, надо сказать. Потому что даже я, человек, который негативно относится к Трампу и к его умственным способностям, ожидал, что он сможет как-то увереннее играть в эту свою игру, что я затащу Харрис на свое поле, где, значит, буду что-то там вбрасывать, вкидывать и так далее. Но нет, его вбросы как-то довольно быстро тонули. И более того, он был вынужден реагировать. Ну то есть это ему приходилось отвечать на претензии. Более того, он нервничал и был раздражен. Собственно, нейтральный лагерь напоминает, что дебаты, скорее всего, не очень повлияют на рейтинги. Однако они все равно продемонстрировали, что Харрис готова к тяжелым дебатам, в чем у многих были сомнения. Многие считали, что Харрис, не имея достаточного опыта вот в таких политических дискуссиях, может показать себя весьма слабо. Марта Джонсон, профессор правительства в университете Нортист-Вестерн, отметила, что Харрис пыталась продемонстрировать авторитет и зрелость. И сделала это достаточно успешно. Ее выступление, по словам Джонсон, было направлено на то, чтобы показать себя стабильным и компетентным лидером. То есть даже в отличие от Байдена, она не оскорбляла практически Трампа. Более того, сама подходила пожать к нему руку. Короче говоря, она выглядела прям очень уверенной. Ну а ее живая мимика, они реально стали иллюстрацией, поскольку там нельзя было прерывать оппонента, даже когда он несет откровенную чушь. Значит, лицо Харрис прям демонстрировало отношения. Мы тогда, мы когда дебатами занимались, ну вот когда я занимался дебатами не как бы как спортивные, у нас была такая история, то есть ты можешь, значит, если тебе что-то нравится, ты хлопаешь ладонью, типа поддерживаешь. А если не нравится, ты типа вот так вот стучишь костяшками. Ну или ты мог, конечно, громко эмоционировать. И как раз меня и некоторых моих, что называется, сокоманников часто не любили за то, что мы сильно эмоционируем, даже без звука, потому что иногда ты слышишь такую ахинею, на которую сложно не реагировать. И в данном случае это сделало виральный эффект, потому что Харрис, в принципе, довольно мемоемкая. Ей удалось в социальных сетях перебить Трампа, но ее кампания в целом идет по социальным сетям, и у Джозефа Байдена это не получалось, потому что Джозеф Байден, о чем я говорил давно, что это не придумка российской пропаганды, что Джозеф Байден не очень понимает, что происходит. Это правда, ну к сожалению. Но Дональд Трамп не сильно моложе и тоже постоянно все путает. Путает имена, путает лидеров, путает год, который сейчас на дворе, и кто находится в Белом доме. И на это многие стали все больше и больше обращать внимание. Но на этих дебатах, конечно, мемом про то, что мигранты едят кошка и собак в Спринфилде, ну это взорвало интернет, это пытался разгонять и Маск еще вчера, я даже не понимаю, откуда они это взяли. И они часто вот такие какие-то первые просто вкидывают неадекватные. Например, Трамп говорил, что в ряде штатов разрешен аборт после рождения. Ну, все, что мне вспоминается, это серия Саус Парка, где мама Картмана пыталась сделать аборт, когда ему было уже 9 лет или что-то такое. Даже там переспала, по-моему, в серии с президентом, для того, чтобы это разрешить. Как вы себе представляете аборт после рождения? Ну, типа, кто-то в курсе, никто не в курсе. И когда Трамп это говорит, все такие, а че, что он несет? Какой аборт после рождения? Ну, так же и с мигрантами, которые якобы едят кошка и собак. Это просто выдумано. У этого нет никакой причины. Об этом не было ни одной новости нигде. Это просто абсолютно выдумно. Но самое важное для меня, безусловно, в этих дебатах, как и во всей президентской гонке, все, что происходит, для меня идет через призму Украины. Через призму войны в Украине. Собственно, мой негатив к Трампу в основном связан именно с этим. Если бы Трамп был каким угодно, там, я не знаю, рассказывал бы какие-то страшилки про мигрантов, все такое, но, например, сказал бы, я, придя к власти, не знаю, выделю Украине 600 миллиардов долларов, наши абрамсы, 2,5 тысячи, которые стоят пылиться, пыляться в пустыне, поедут в Украину помогать украинцам, все ракеты, которые необходимы, будут переданы, а Россию начнут обстреливать томогавками, я бы сказал, знаете, Трамп, конечно, абсолютно... Но сейчас война важнее, поэтому мой голос за Трампа. Но Трамп и гигантская его проблема для меня как раз заключается в том, что Трамп хочет договориться с Путиным. Трамп не воспринимает Украину как субъект. Об этом было написано в книге о нем от человека, который был к нему сильно приближен, что он вообще считает Украину частью России, и что он очень уважает действительно Владимира Путина и просто хочет с ним договориться, пойдя на компромисс. Раньше про план Дональда Трампа по Украине стало известно довольно много подробностей, о чем писали еще в «Политику». Трамп хочет сделать очень простую вещь – сказать Зеленскому, «Товарищ Зеленский, вы идете на компромисс с Владимиром Путиным, вы идете на фактическую капитуляцию, потому что я напомню, что Владимир Путин хочет не мира с Украиной, он хочет капитуляции Украины, то есть ограничения войск Украины, что не позволит в случае нового вторжения Украины сопротивляться, гарантию не вступления в любые военные ассоциации, включая НАТО, и третье – это отсутствие военного взаимодействия с западными странами. Те самые стамбульские соглашения – это соглашения о капитуляции, а не о мире, которые через несколько лет проведут к легчайшему захвату Украины, потому что у нее будет 400 танков и 85 тысяч человек личного состава, куда придет подготовленная российская армия и будет уничтожать. Более того, там даже прописано, что у России будет право вето на то, чтобы западные страны передавали Украине оружие в случае повторного нападения. И, собственно, вот это, судя по всему, Трампа собирается протолкнуть. И каким образом он собирается давить на Зеленского, просто полностью выключив американскую помощь. При этом на Путина он собирается давить, не знаю чем, угрозами увеличить эту помощь. Короче говоря, Трамп абсолютно побоку на Украину. Более того, он и саму НАТО хочет развалить, о чем тоже я отдельно вам рассказывал. Но, естественно, когда каждый раз я это рассказывал от русскоязычных трампистов, более того, есть вот прям класс людей, русскоязычные трамписты, выступающие за Украину. Это нонсенс. Ну, то есть, как это, я не знаю, проститутки, выступающие за воздержание. Или наоборот, монашки, выступающие за открытие борделя. Хотя это мне представить проще, честно говоря. В любом случае, это нонсенс. Ну, это оксюмарон. Этого не бывает. Не могут эти две вещи. Вы не можете выступать за Украину и поддерживать Дональда Трампа. Либо там вы должны говорить, я поддерживаю Украину, Дональд Трамп не мил в сердцу, и поэтому даже то, что он против Украины, я готов ему простить. Ну, что-нибудь такое. Если вы говорите, что Трамп будет лучше для Украины, то вы либо сам идиот, либо пытаетесь влиять на идиотов, продавая им эту дешевую фигню. Я рад, что, наконец-то, этот вопрос, если не закрыт, то как минимум очень серьезно обозначен. Потому что на этих дебатах Трамп, то, что он сказал про помощь Украины и про возможную победу Украины, мне кажется, ставит точку в этом вопросе. Я процитирую вам этот отрывок полностью, для того, чтобы вы не думали, что я что-то из него вырезаю или что-то вырываю с контекста. Итак, ведущий обратился к Дональду Трампу и задал следующий вопрос. Я хочу задать вам очень простой вопрос. Хотите ли вы, чтобы Украина победила в этой войне? Вот что отвечает Трамп. Я хочу, чтобы война кончилась. Я хочу спасти жизнь. Людей убивают миллионами. Это гораздо хуже, чем те числа, которые они вам показывают. И мы потратили 250 миллиардов или больше, потому что у Байдена и Камала нет смелости сказать Европе, как я сказал НАТО. Либо вы платите, либо мы не будем вас защищать. Я очень хорошо знаю Зеленского, я очень хорошо знаю Путина. У меня хорошие отношения с ними, и они меня уважают. Они не уважают Байдена. С какой стати его уважать? Я решу это еще до того, как стану президентом, если смогу победить. Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их вместе. Этой войны никогда бы не произошло. У Байдена не было понятия, как это остановить, и теперь погибли миллионы людей. И становится только хуже. Это может привести к Третьей мировой. А мы даже не знаем, где наш президент. Они выбросили его из компании, как пса. Мы даже не знаем, до сих пор ли он президент. Говорит Трамп. Вы, конечно, можете, если вы впервые слышите речь Трампа или его слова, вы можете понять, что это какой-то, ну, слабо все сочетается друг к другу. Более того, там есть очевидное вранье про миллионы погибших. К счастью, это не так. Тем не менее, погибших действительно довольно много. Если мы говорим про солдат, то с российской стороны это 150 тысяч погибших и примерно 500-600 тысяч раненых. Если мы говорим про Украину, то это в полтора раза меньше. Про украинских солдат, если мы говорим про мирных, то это сильно меньше, к счастью. Но при этом миллионы беженцев. Однако Трамп всегда лжет на эту тему и не представляет никаких доказательств. Ну, то есть, он в этом смысле хуже, чем российская пропаганда, потому что, ну, официально он не признан людьми российской пропагандой. Но я не буду вам разоблачать вот эту ложь в Трампах. Сами разберетесь. Но дальше ведущий уточняет, и это важно. Вот что говорит ведущий. Хочу уточнить. Считаете ли вы, что победа Украины в интересах США? Трамп, в интересах США закончить эту войну, решить ее, договориться о соглашении. Мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней, сказал Трамп. Он ни разу не подтвердил, что желает Украине победить. Он ни разу не подтвердил, что будет участвовать в победе Украины. Он говорит о том, что война должна быть остановлена любым способом и говорит о том, что он дружит с Владимиром Путиным и посадит его с Зеленским за стол по рекламу. Мне кажется, это исчерпывающее. Почему? Потому что ровно такая позиция у Владимира Путина. Владимир Путин говорит абсолютно то же самое. Он тоже говорит, давайте сядем, давайте договоримся, любой ценой. То есть Трамп предлагает капитуляцию Украине. И на прямые вопросы о том, будет ли он помогать Украине победить или желает ли он вообще Украине победы, Дональд Трамп не отвечает. Да. Мне кажется, это красноречиво. Конечно, какие-то трамписты будут интерпретировать это по-другому. И будут рассказывать, что на самом деле Трамп имеет в виду, что он поможет условно, трамписты особые люди и они из глаз вот просто вытирают желтенькую водичку и дальше продолжают. Но вы как люди, вот те, по крайней мере, из вас, те, кто непредвзятые, можете сами оценить, является ли уход от ответа на вопрос желаете ли вы победы Украины и будете ли вы помогать Украине побеждать, является ли это удовлетворяющим вам вас ответом, если вы поддерживаете Украину. Вот что, кстати, ответила Камала Харрис. Ведущий задает ей вопрос. Как главнокомандующая в случае своего избрания, как бы вы обращались с Путиным и отличалась бы ваша политика от того, что мы видим от президента Байдена? Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, отвечает она, потому что он просто ее сдаст. И это не то, как мы, как американцы должны это делать. Давайте разберемся. Я виделась с Зеленским за несколько дней до вторжения России. Я делилась с ними данными американской разведки о том, как он мог защититься. Несколько дней спустя я отправилась на восточный фланг НАТО, в Польшу и Румынию, и мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее праведной защите. И благодаря нашей поддержке, благодаря ПВО, боеприпасам, артиллерии, дживелинам, абрамсам, которые мы предоставили, Украина стоит как независимая свободная страна. Будь Дональд Трамп президентом, Путин сейчас сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши. Трамп на это ответил. Путин сидел бы в Москве, он бы не потерял 300 тысяч мужчин и женщин, а сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас, но в конце концов у него есть то, чего нет у других, у него ядерное оружие, и никто об этом не говорит, возможно он его использует, но чтобы вы поняли, что они послали Камалу на мирные переговоры еще до начала войны, через три дня Путин в торгсе, потому что все, что она говорила, было слабым и глупым, она была посланником, ее послали на переговоры с Зеленским и Путиным, а через три дня началась война, такой-то у нее талант, на мой взгляд, она хуже Байдена, она ужасная переговорщица. Что на это отвечает Камала? Когда я ездила на встречу с Зеленским, а я встречалась с ним уже пять раз, это было о том, что Америка должна быть лидером, соблюдающим международные правила, лидером, который проявляет силу, понимая, что альянсы во всем мире зависят от нашей способности заботиться о друзьях, а не отдавать предпочтение нашим врагам. Президент США является главнокомандующим, американский народ имеет право полагаться на президента, который понимает важность роли и ответственности Америки и отстаивает наши принципы, а не продает их ради личной лести. Тут я должен сказать, что я вообще небольшой фанат демократов и Камала Харриса в частности, и политики Байдена в отношении Украины тоже, потому что я считаю, что Америка делает гораздо меньше, чем она могла бы. Америка могла бы уже давно сделать так, чтобы эта война закончилась, предоставив Украине больше вооружений в большем количестве и так далее. Поэтому, когда Камала говорит, что они сделали все необходимое, я и не верю. Более того, если бы был выбор между Камалой и любым другим кандидатом, который бы четко проговорил, что да, я увеличу помощь Украине, да, я понимаю, как это работает, что я не ведусь на блеф про ядерную эскалацию и так далее, я бы голосовал за другого человека. Но проблема в том, что хуже Байдена, который ужасно абсолютно распределял поддержку и который явно недостаточно выделял поддержки и более того, накладывал ограничения на Украину в применении оружия, хуже Байдена и Камалы только Трамп. Потому что Трамп уже сейчас, еще не являясь президентом, на полгода задержал выделение поддержки Украины, что привело к потере Авдеевки и дальнейшему кризису на Покровском направлении. Еще не став президентом, Трамп помог Путину отжать часть Украины. И это чудовищно. Поэтому любой человек, поддерживший Украину, должен поддерживать, не то, чтобы поддерживать Харрис, а голосовать против Дональда Трампа. Но я надеюсь, что кабинет Камалы Харрис все-таки будет адекватнее, чем Байдена, потому что как минимум там сменится Джейк Салливан, которого я считаю главным архитектором вот этой хи... про страх эскалации. Тем не менее, мне кажется, этот диалог явно показывает, за кого Трамп, что он собирается делать и почему это главный враг Украины, помимо Владимира Путина. Единственная позиция у Харрис, против которой, ну, где мне Трамп кажется откровенно сильнее, это, конечно, история с Израилем. Потому что Харрис отметила, что у Израиля есть право на самооборону, безусловно, но добавила, что важно то, как он это делает, упомянув о жертвах среди мирных жителей Палестины. Трамп в то же время заявил, что Харрис ненавидит Израиль и в случае ее президентства он перестанет Израиль существовать как государство через два года. Я, конечно, не думаю, что Трамп прав в своих оценках, более того, я не думаю, что Камала Харрис ненавидит Израиль, в конце концов, у нее муж еврей. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, история про погибших мирных палестинцев это такая хинея. Потому что причина, по которой гибнут палестинцы, что Хамас использует их в виде живого щита. Если вы хотите нормальной жизни для жителей палестинской автономии, вы должны выступать в поддержку Израиля, который Хамас уничтожает, и осуждает Хамас. В каждой смерти в палестинской автономии виноват Хамас, который с 2007-2006 года, взяв там власть и проведя там еще войну с Фатхом в 2007 году, превратил этот клочок земли в двухмиллионный террористический анклав, который ставит своей целью уничтожение всех евреев. И 7 октября провел Хамас самый большой теракт за последние годы в Израиле, убив более тысячи человек, тысячи невиновных человек. И Хамас продолжает существовать, а Израиль его уничтожает. Это абсолютно адекватная мера самозащиты. Да, чудовищно, что гибнут мирные жители, однако гибнут они не из-за Израиля, а из-за Хамаса. Поэтому критиковать и требовать остановиться надо у Хамаса, а не у Израиля. Впрочем, я думаю, вы и я прекрасно понимаем, почему Камал Харрис занимает эти позиции из-за электората, молодого, внутриамериканских университетов, которые, к сожалению, довольно долго спонсировались, например, тем же Катаром, из-за чего позиция этих университетов, мягко скажем, сильно дрейфанула в сторону совершенно неадекватного восприятия реальности. В любом случае, мне не кажется, что Америка даже при Харрис откажется от своих обязательств Израилю, более того, она и не отказывалась. Америка продолжает поставлять вооружение Израилю, продолжает поддерживать Израиль, потому что, безусловно, Израиль является главным союзником Соединенных Штатов в том регионе. Поэтому, несмотря на эти выступления, я считаю, что все во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Израилем будет хорошо даже при Харрис, тем не менее, мне жаль, что действительно ее позиция такова. А Трамп, который считается в Израиле большим другом Израиля, и по понятным причинам он делал много публичных действий, которые Израилем одобрялись. Тем не менее, его опасность для НАТО, для Америки, для Украины настолько велика, что, мне кажется, вопрос Израиля здесь не перевешивает. Но я надеюсь, что взаимоотношения с Израилем и при Хамале Харрис, как и при Байдене, будут нормальны и адекватны. Кстати говоря, если вы вдруг хотите, если вы вдруг в Израиле и хотите об этом со мной поговорить, то у вас будет такая возможность. Я приеду к вам 23 ноября, потому что, когда я приезжал в прошлый раз, и, ну, короче, мама на заднем дворе, у нее есть свой канал, YouTube-канал «Жизнь с нуля в Израиле». Заходите, смотрите. Если нет, они с моим отчимом и сестрой переехали в Израиль два года назад или что-то такое. Ну, короче, когда после начала войны и, собственно, там живут, обживаются. И вот я когда приезжал к ним в гости, мама устроила такое импровизированное, не знаю, выступление, если хотите, мое. Буквально на заднем дворе их дома, и оттуда со всего Израиля поехали люди, ну, знакомые знакомых. И потом мне очень много претензий описали, что типа, «Майкл, почему вы не сделали нормальное выступление? Почему с билетами там совсем, чтобы все желающие могли прийти?» У нас тут многие смотрят, многие хотят все такое. Я такой, «Окей, мне поступило предложение провести выступление и 23 ноября в Тель-Авиве я его для вас проведу». Это не начало тура, это не какая-то традиция, это будет единоразовая история, больше таких выступлений не будет у меня вообще, потому что это, ну, не мой стиль, не мой формат, я не очень такое люблю, просто, что называется, остался вам должен, поэтому с удовольствием выступлю. Ссылка будет в описании 23 ноября, там сначала обсудим с вами некоторые вещи, точнее, я расскажу некоторые вещи, которые меня волнуют, а потом будет уже взаимодействие с вами, вы сможете задавать вопрос, о чем-то поспорим, я всегда открытся с большим удовольствием. Эта вещь для меня не коммерческая, то есть она коммерческая, там продаются билеты, но для меня лично не коммерческая, потому что весь гонорар, который мне предложили, уйдет наполовину в ЦАХАЛ, наполовину в СУ, потому что я не хочу брать себе деньги за разговоры с вами, для меня это в радость, поэтому берите билеты, там что-то типа 500 мест или что-то такое, не знаю, может быть, вы их довольно быстро раскупите, и они быстро закончатся, может быть, не раскупите вообще, черт знает, не знаю, насколько есть такая потребность, но вот ссылочка в описании, заходите, покупайте, если вы живете в Израиле или будете там в это время, то давайте с вами увидимся 23 ноября в Тель-Авиве. Ну, а возвращаясь к дебатам, хочется отметить вот что, мне кажется, что сторонники Трампа признают поражение Трампа в этих дебатах, знаете почему? Потому что вместо того, чтобы рассказывать, что Трамп победил, они начали разгонять всевозможную ахинею по поводу того, почему он проиграл. Ну, сам Трамп начал писать, что типа это были мои лучшие дебаты, я победил, несмотря на то, что все трое были против меня. Когда говорят, что трое были против меня, имеется в виду вот что, что модераторы, когда он нес откровенную ахинею, говорили, что это ахинея. Ну, вот когда он начал рассказывать, что эмигранты жрут собак и кошек в Спринге, где что-то такая, модератор сказал, нет ни одного факта, который бы это подтверждал. Это нормально, я считаю, что ведущие дебатов, это не подставки под микрофон, а люди, которые должны в случае, если они слышат откровенную ложь, должны как бы на это указывать. Ну, например, вот опять же, в спортивных дебатах, в которых я был, там не было, что вмешивается модератор, но там же он принимает решение, какое место кто получил, поэтому откровенный ложь он вычеркивает. Зная, что это ложь, он просто вычеркивает, говорит, это не так. Ну, то есть, это нормальная история. Кто-то сказал, что поправляли Трампа гораздо чаще, чем Харрис, но дело в том, что Трамп врал гораздо чаще, чем Харрис. Собственно, у него насчитали 33 ложных утверждения, у Харриса эти дебаты насчитали одно ложное утверждение. В принципе, понятно, политики иногда врут, но если вся ваша речь встает из сплошной лжи, то как бы будьте готовы к тому, что не все будут это с удовольствием жрать. И Трамп, и сторонники Трампа пользуются тем, что опровергать их ложь гораздо дольше, чем то, что, ну вот, вкидывать ложь. Однако на дебатах, когда модератор говорит, это ложь, это ложь, это ложь, это, мне кажется, хорошая такая инновация. Единственное, важно не увлекаться, чтобы действительно это соответствовало действительности. Из того, в чем поправляли Трампа, я не видел ни одного раза, в котором бы, скажем так, соврали про то, что он сказал ложь. И помимо этого, сторонники Трампа разгоняют еще одну теорию, она мне особенно нравится, потому что она показывает, насколько они неуверены, мягко скажем, в его поведении. Итак, что это за теория? Это теория про сережки Камалы Харрис. Якобы у нее в ухе были сережки, которые ей надиктовывали, что ей говорить. А в дебатах было запрещено, ну, приносить записи заранее, или, ну, соответственно, как-то вот сторонними пользоваться устройствами. Мне нравятся такие штуки, потому что ничто так не выдает, как подозрение в том, что, значит, оппонент вот как-то же уничтожен. Ну, то есть, вдумайтесь сами, если вас победили благодаря тому, что у человека была какая-то информация, то, ну, наверное, проблема не в этой информации. Но в целом, вот такая уже полуконспирологическая ахинея, мне кажется, довольно показательно демонстрирует, что вы не уверены в победе своего кандидата. Можно ли опровергнуть историю сережки? Да, конечно, она опровергается довольно просто. Алекс Экслер этому посвятил отдельный пост. Он дает страницу сережек, которые приписывают Камале Харрис, которые говорят, вот, смотрите, это сережка типа наушник, он дает страницу на Кикстартере, из которой видно, что они, во-первых, так и не вышли в какую-либо там широкую продажу. Это во-первых. То есть, это просто сережки с Кикстартера, а не найденные какие-то там в открытой продаже штуки. Однако, даже, ну, как бы, если не обращать на это внимание, то сережки не похожи на те, что были на Камале. Ну, вот просто посмотрите на них рядом. Они разные. Более того, она часто появляется в этих своих сережках при свете и при свете дня любые сомнения об их скожестве тут же абсолютно улетучиваются, потому что они, ну, тупо не похожи. Более того, совершенно понятно, что это за сережки. Собственно, вот они, не очень, на мой взгляд, симпатичные сережки от Тиффани. Но я ни о сережках не понимаю, поэтому, как бы, не буду, как это, модным приговором для Камалы Харрис. Тут уж она сама разберется, какие сережки ей носить. Но мне кажется, что это довольно демонстративно показывает, что они пытаются чем угодно оправдать поражение Трампа. То есть, когда вы ищете причины, почему Трамп проиграл, ища там, вот у Камалы Харрис были наушники, против него были ведущие, там, я не знаю, у него в ботинке был гвоздь, еще что-нибудь, это означает, что вы совершенно не уверены в победе. Так же было и с Байденом. Помните, когда Байден после дебатов, его команда начала говорить, он болел, то-се, у него было пятое-десятое. Но, если вы ищете оправдание, то вы не уверены в своей победе. И в этом, мне кажется, можно поставить точку на том, кто в этих дебатах победил. Я уверен, что Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов. И я надеюсь, что это будет не так позорно, как президентство Джозефа Байдена, потому что я не являюсь фанатом Джозефа Байдена. И будь у меня возможность проголосовать, например, за Ники Хейли, по крайней мере, по тому, что она говорила по вопросу войны в Украине, я бы проголосовал за Ники Хейли. Хотя после этого она уже переобулась, стал поддерживать Трампа и так далее, до этого называя его главной угрозой. Но это отдельная история, связанная с людьми, которые поддерживают Трампа. Они все безумно лицемерны, как тот же Джей Ди Вэнс, который у него теперь вице-президентом номинируется. Он был против Трампа, называл его чуть ли не Гитлером и вот как-то переобулся. Но слава богу, что он стал его номинантом вице-президентом, потому что большего позорища на этом свете просто нет, чем этот большой любитель диванов. И я думаю, что когда мы увидим дебаты Вэнса с Волсом, это будет потрясающе абсолютно. Ну то есть это вот прям затмит собой все. Но поживем-увидим. Единственное, что я в конце еще хотел большой блог сделать про российскую пропаганду среди трампистов, но мне не очень хватает времени, поэтому просто вкратце вам расскажу. Напишите в комментариях, если захотите, я побольше тогда про это сделаю. Значит, как вы помните, Минюз США раскрыл схему тайной операции России по вмешательству в американские выборы. Там в чем история? Что Министерство юстиции и Министерство финансов США объявили о мерах, направленных против попыток России манипулировать общественным мнением США в преддверии ноябрьских выборов. В сообщении Минюста детально описывалась схема тайной информационной операции Кремля, а в пресс-релизе Минфина выведутся санкции против участников этой схемы. Согласно обвинительному заключению Южного округа Нью-Йорка двум сотрудникам РТ Константину Калашникову и Елене Афанасьевой предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег Они управляли из Москвы запущенные РТ тайной операцией используя фейковые личности подставную компанию. И там бла-бла-бла там довольно много Но самое интересное это как раз компания Tenet которая выяснилась про которую Арик Толлер написал Короче, это компания которая получила от Russia Today 10 миллионов долларов и запихнула их так называемым независимым мыслителям-трампистам Это довольно популярные блогеры один из них там Тим Пол и многие другие которые вот прям трамписты против Украины против значит, всего на свете но за Трампа и прям транслируя тезисы российской пропаганды Они получили прям очень много денег и стало понятно что многие вот эти вот независимые блогеры они входят в эту сетку Вообще не только они там было написано у ФВР еще по-моему отдельно что 2800 есть таких публичных личностей которых спонсирует Кремль из них 600 находятся в Америке где находятся еще 2200 я оставляю на ваше усмотрение рекомендую просмотреться в том числе к русскоязычным фанатам большим Дональда Трампа потому что мягко скажем есть подозрения на кого они работают и я надеюсь что они хотя бы нормально получают но об этом мы с вами может быть поговорим как-то в другой раз Последнее что скажу в эту тему это то что этот Тим Пол очень смешно решил оправдаться значит он сказал что они вот этот Тенет компания Тенет которая раз что да и платила деньги они не заказывали у него контент они брали его подкасты и размещали их у себя и как бы он не был в курсе что они связаны с Россией знаете что интересно что он говорит что они давали рыночную стоимость поэтому он не заметил подозрения так вот знаете какая рыночная стоимость в его представлении 100 тысяч долларов за один подкаст на котором 100-200 тысяч просмотров прослушивания точнее извините поняли ну если бы это была рыночная стоимость друзья я бы уже лично спонсировал покупку от ТКМСов F16 и много чего еще для Украины вот но к сожалению нет рыночная стоимость вообще совершенно другая о чем многие подкастеры написали то есть ну я не знаю у меня подкастов нет и я никому во внешний ресурс не продаю я бесплатно отдаю там украинским каналам чтобы они с монетизацией деньги на ВСУ отправляли вот но конечно 100 тысяч долларов за подкаст на 100 тысяч а даже 200 тысяч прослушиваний это абсолютная ахинея о чем мы написали все остальные подкастеры вот поэтому как бы сидеть и не подозревать что тебе присылают какие-то тезисы что тебе платят безумные по меркам рынка деньги за то что ты делаешь и думать что ну это просто так от подобрать душевный это конечно очень интересная а главное правдоподобная позиция примерно как позиция бывших участников объединения MyDuxVision которые не знали что они помогают Кремлю и Кристине Потопчик впрочем там хотя бы реально была рыночная стоимость тут же ну это абсолютно поверить в это практически невозможно поэтому российской пропаганды много они довольно активно пытаются протолкнуть Трампа потому что победа Трампа единственная возможность Владимира Путина на победу что прекрасно понимает и сам Владимир Путин и Дональд Трамп и Камала Харрис поэтому победе Камала Харрис на дебатах можно только порадоваться может что угодно произойти с американскими выборами это правда они непредсказуемы но все-таки я думаю что если ничего экстраординарного не произойдет то Камала Харрис уверенно одержит победу в ноябре поживем увидим и кстати если уж сторонники Трампа обратили внимание на ухо Камала Харрис не хотите ли вы обратить внимание на ухо Дональда Трампа вы знаете это самое быстрое заживление уха после попадания патрона из Р-15 точнее пули из Р-15 которую я видел в своей жизни я поражен регенеративными способностями Дональда Трампа и задаюсь вопросом а не он ли настоящий рептилоид с вами был Майкл Наки и до скорых встреч всего доброго пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова